О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. ЧП в жилом доме в киевской многоэтажке прогремел взрыв. В чем причина, если пострадавшие? Не у вязких следствия. Полиция выясняет роль каждого во время перестрелки в Днепре. Почему так много нестыковок? Отложенный рейс детективы НАБУ в аэропорту задержали скандального экс-прокурора. В чем его подозревают? Взрыв в жилом доме. Несколько часов назад в Голосейском районе столицы в одной из многоэтажек прогремел взрыв. Повреждены несколько квартир. Там сейчас работают спасатели. Людей эвакуируют. На месте событий и наш корреспондент Елена Митясова. Она готова рассказать о причинах и последствиях случившегося. Лена, здравствуй. Расскажи, есть ли информация о жертвах и пострадавших? Что говорят оперативники? Что намерены делать с разрушенными квартирами? Тебе слово. Катя, добрый вечер. Происшествие в Голосейском районе столицы довольно странное и запутанное. Взрыв в одной из девятиэтажек здесь прогремел в четыре вечера. И в квартире на первом этаже. Взрывная волна была настолько мощная, что повылетали стекла не только в этом доме, но и в соседних. Взрывной волной в подъезде разрушены перегородки с третьего по подвальный этаж. 34 жителей местных пришлось эвакуировать. Не обошлось и без несчастья погибла 70-летняя женщина-инвалид, проживавшая в этой квартире. Еще одна женщина прохожая, прохожая травмирована. Она сейчас находится в больнице. Працюет специальная комиссия, которая ведет переписы людей, которые тут находятся, для того, чтобы понять, кислотность людей, которым необходимо темночасово переселить. Предварительная причина взрыва – утечка газа. Но ее уже в газовой службе опровергли. Не верят в это и сами жильцы. Запах газа я не слышал. Взяли лабораторию, отвезли пробы воздуха. Значит, с подвала, с квартиры. Пробы воздуха на явность газа не показали. Сейчас ждем дальнейшее обследовать плиту, обследовать. Местные жители говорят, женщина, проживавшая в квартире, была одинокая, инвалид ее досматривал в социальный работник. И, возможно, на ее трешку положили просто глаз. До нее приходил социальный противник. Она была очень хвора. Но это выяснит следствие. А пока у дома работает оперативный штаб, проводят перепись людей. По одному местных пускают в квартиры, чтобы забрать ценные вещи. После чего людям 29 семьям будет предоставлено временное жилье. Катя. Леночка, спасибо тебе за детали. Елена Митясова была на связи со студией и рассказала о последствиях взрыва в жилом доме столицы. Прокурорские войны снова в разгаре. Детективы НАБУ задержали бывшего сотрудника генпрокуратуры Дмитрия Суса. Того самого, который участвовал в столкновениях с детективами в августе прошлого года и руководил их захватом. За что задержали и почему именно сейчас? Елена Зорина распутывала эту практически детективную историю. Утро. Аэропорт Борисполь, бывший замначальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, ждет свой самолет. Здесь Дмитрия Суса и задерживают, чтобы не скрылся за границей. Это было вчера, а только сегодня в специализированной антикоррупционной прокуратуре объяснят подозрений в отношении Суса несколько. Еще один эпизод касается машины бывшего чиновника генпрокуратуры Дорогой. Немецкий внедорожник не раз фигурировал в журналистских расследованиях и не разу в декларации Суса. Автомобиль он записал на свою 85-летнюю бабушку. Откуда он теперь выяснят следователи? Пока в САП немногословный, мол, тайна следствия. Но в СМИ просочилась информация. Речь идет не только о присвоении денег, но и о перепродаже игровых автоматов. Косвенно об этом говорит и адвокат задержанного. Сейчас инкриминуется ему подозра в одном из эпизодов за час его работы в Генеральной прокуратуре, так называемое справа казино. Дмитрий Сус тот самый чиновник, который в апреле прошлого года пытался вручить подозрения Виталию Касько, бывшему замгенпрокурора. А уже в августе фигурировал в более громком скандале так называемых прокурорских войнах с захватом и пытками детективов НАБУ, чем якобы руководил СУС незаконной слежкой за ним самим и публичной схваткой сотрудников двух ведомств. Позже ГПУ и НАБУ начнут каждый свое расследование, а СУС станет героем другой истории с дорогим внедорожником, явно купленным не на прокурорскую зарплату и точно не на пенсию бабушки. И за свою ложь в апреле уже этого года поплатится прокурорским креслом. А вот с чем связано нынешнее задержание, в антикоррупционной прокуратуре уверяют, ничего личного. Слезво тривало близко року. Сразу там уникаем всякие инсунации щодо помсти, щодо каких-то разборок. Просто слезво. Но вот интересная деталь о том, что СУС собирается улетать, он сам сообщает в соцсети за полтора часа до задержания. То есть как бы приглашает детективов в аэропорт. Но адвокат говорит, игры на опережение не было. Детективы и без Фейсбука знали об отлете СУСа в Турцию. Детективам НАБУД это было достомненно известно, что он летит на отпочинок. У них были даты вылет, даты зворотного прилета. Где сейчас Дмитрий СУС, не говорят ни следователи, ни защитник. Последний лишь сообщает в одном из изоляторов временного содержания Киевской области. Ждет, когда суд определит меру пресечения. Елена Зурина, Вячеслав Фролов и Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интерпл. А вот нардеп-радикал Олег Ляшко решил с помощью полиции разобраться с нациоагентством по предотвращению коррупции. Напомню, именно НПК вело дело в отношении главного радикала. Его подозревали в совместительстве должности нардепа и руководителя газеты «Политика», которую закрыли в 2006 году. А еще в том, что дал заведомо ложное пояснение. Агентство даже просило у суда оштрафовать избранника на несколько тысяч гривен. Однако, не удалось. 21 июля суд закрыл дело против Ляшко. Хотя в НПК заявляют, полный пакет доказательств предоставили суду. Но вот главный радикал требует разобраться, не сфабриковало ли НПК дело против него. Заявление в полицию подал буквально перед отпуском в Хорватию. Куда, как и в Таиланд, отправился со своим кумом. Не потрудившись пояснить журналистам, откуда деньги на дорогостоящий отдых, как и на свой элитный особняк. Высокий суд Лондона отказался вести дело о долге Януковича в упрощенном режиме, пока не рассмотрит апелляцию украинской стороны. Как сообщается на сайте Министерства финансов, судья Уильям Блэр признал, что эта апелляция имеет реальные шансы на успех. Еще в марте этот же суд принял иное решение рассматривать иск России к Украине в ускоренном режиме. И обязал Киев погасить еврооблигации на сумму 3 миллиарда долларов, предоставленные экс-президенту Виктору Януковичу, а также выплатить проценты. В июне украинские юристы подали апелляцию. Ее рассмотрят в январе следующего года. Дело экс-министра экологии времен Януковича Николая Злачевского пока что только административное. Антикоррупционная прокуратура пытается аннулировать лицензии на добычу полезных ископаемых, которые Злачевский сам себе и выдал. Но тщетно. Почему суд отказывает и есть ли подвижки в других уголовных делах против бывшего чиновника, продолжат наши корреспонденты. Три касации в высшем админсуде специализированная прокуратура уже проиграла. На очереди рассмотрение еще двух. Причина отказа – иск об аннулировании лицензии компаниям Злачевского был подан несвоевременно. Тут САП взиграла на руку Злачевскому. Держава втратила возможность повернуть колька родовищ. Остена помилки антикоррупционного прокурора. Но ошибку в САП не признают. Говорят, сделали все, что могли. Все позовы были поданы антикоррупционной прокуратурой с дотриманием норм закона. Касация и апелляция поддержали ухвалу речения суду первой инстанции, в котором зазначено, что строк поздноиданности минув еще в 11-м. За логикой тех судей, которые набрали законные силы, строк поздноиданности был пропущен еще до створения антикоррупционной прокуратуры. Однако это касается лишь одного решения высшего админсуда. В двух других причина иная. Здесь черным по белому написано с того момента, как прокуратура в январе 2016 года узнала о новых доказательствах. И до подачи иска прошло более полугода. А значит, прокуроры пропустили срок обращения в суд. Активисты возмущены, ведь эти решения позже могут стать весомым аргументом в уголовном деле против Злачевского и чиновников Минэкологии его времен. С этими решениями Злачевский цементует свое право на данные родовища. Адвокаты Злачевского используют это судовое решение как доказ, что, слушайте, нет претензий в рамках другого судового процесса, что вы хотите в рамках криминального. Ну а о результатах расследования этого уголовного производства в НАБУ отчитываться не спешат. Мы направили запрос в ведомство, пока еще ждем ответа. Кроме бюро, деятельность Злачевского расследовала и генпрокуратура. В Лондоне в 2014 году даже заморозили 23,5 миллиона долларов, которые осели на счетах его компаний. Это деньги за продажу олигарху Курченко акций Херсонского нефтеперерабатывающего завода. Отмытые миллионы можно было бы вернуть в казну, но в начале года их разблокировали. Эти деньги были заморозлены в связи с тем, что британский офис, который занимается топ-шахрайством, подозревал Злачевского в том, что эти деньги имеют незаконное похожение. Понятно, что была współпрация с Генеральной прокуратурой Украины, однако почему наши правоохранные органы не дали достаточно доказательств британским правоохранцам, в связи с чем эта справа также была закрыта и транзакция была проведена. Пока дела против экшиновника разваливаются одну за другим, тот продолжает успешно управлять активами и даже финансировать энергетический форум в Монако, на который и украинские высокие чины пожаловали. В общественных организациях не сомневаются, Злачевский пытается отбелить свою репутацию, чтобы из коррупционера, грабившего страну при Януковиче, превратиться в такого иностранного инвестора. Анна Каменева, Елена Назорина, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Генпрокуратура получила разрешение суда на задержание бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган. А все потому, что Черновецкий уклоняется от следствия и его местонахождение неизвестно. Тем временем пресс-служба прокуратуры Грузии заявляет, что не получала требования от ГПУ о задержании и экстрадиции Черновецкого. Напомню, Леонида Черновецкого обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Дело расследуют по факту незаконного строительства вертолетной площадки на парковой дороге в Киеве и других объектов. Экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Такая информация обнародована на сайте миграционной службы Украины. В Черновцах поймали грабителей, которые пытали председателя областного хозяйственного суда Бориса Желика. Трое из четырех злоумышленников оказались ветеранами АТО-бойцами добровольческого батальона «Донбасс». Что толкнуло их на преступление, выясняла Ольга Паламарюк. 10 июля в дом председателя Черновицкого областного хоссуда ворвались четверо неизвестных в масках. Сначала злоумышленники ударили электрошокером жену, судьи связали ее, потом взялись за самого Бориса Желика. Угрожая автоматом, грабители требовали показать, где находятся деньги. Всего унесли около 300 тысяч гривен и скрылись. Искали злоумышленников две недели. Одного из них поймали в Киеве, еще один прятался на Прикарпатье, остальные два жители Черновцов. Стоять! Лежать! Кто? Лися! Стоять, подися! Сюда! Как оказалось, трое из четырех нападавших бывшие бойцы добровольческого батальона Донбасс. Всем от 25 до 30 лет. Следователям рассказали, состоятельного судью вычислили, изучая электронные декларации. Приблизно два года, заканчивая службу за контрактами в одном из добровольческих батальонов, они освобили, и все вернулись домой. И в определенный момент не могли найти себе работу, как зарабатывать деньги. Так погодилось, как выбрать. Давайте проверим электронные декларации. И по электронным декларациях выбрали именно голову господарского суда. За судью его женой бывшие добровольцы следили полгода. На вооружении у них был нож, автомат и даже квадрокоптер. Перед нападением четко распределили обязанности. Пока трое пытали хозяев, четвертый контролировал ситуацию вокруг дома. После случившегося Борис Желик еще несколько дней был на рабочем месте, потом ушел в отпуск, с журналистами не общается. Сейчас задержанные находятся в следственном изоляторе. Им светят до 15 лет тюрьмы. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. Мощнейший вражеский обстрел за последние несколько дней в зоне АТО под Красногоровкой. Против защитников города боевики использовали танки, грады и тяжелые минометы. Подробнее Руслан Смещук. Словами это не описывают. Эти позиции под Красногоровкой боевики обстреливают постоянно. А сегодня ночью они использовали танк. Танчик работал. Около 40, но это не все. С 4 где-то началось, либо с 3. Ночи, да? Да. Часов до 5, наверное. Снарядов вражеские танкисты явно не жалели. Танк бил достаточно кучно. Это можно видеть по этому месту. Вот одна воронка, буквально в 5 метрах, вторая воронка и третье место попадания. Там снаряд не разорвался. Залишился неразерденный снаряд. Будем вызывать инженеров. Неха его нужно подрывать. А после танкового обстрела противник задействовал и другие вооружения запрещенного калибра. Было выпущено 10 реактивных градов. Были по позиции сюда. Та били в тил. Как по книжке они зараз делают. Все тому, чему учат, так вони працюють. Спочатку йде тяжкая подготовка артиллерии, доки подходи жива сила противника. Потім начинают отрезать позиции артиллерии, чтобы не подошла допомога. Нас ведут к месту, куда попали два разных вражеских снаряда. Тут разрывался танковый снаряд и в посадку прилетела реактивная установка «Партизан», то бишь «Град». Оно вас покусило, да? Да, выкосило посадку. Ну, в радиусе 10 метров. Грады выжигают огромные поляны в траве и кустарнике. Сейчас боевики чаще используют установки «Партизан». Они стреляют одиночными ракетами, а не массированными залпами. Так легче водить за нос наблюдателей ОБСЕ. Сейчас так называемый ЛДНР использует часто реактивные залповые системы «Партизан». Когда ты запускаешь полную кассету из БМ-21 «Град», ее слышно. А когда ты запускаешь из «Партизана», такие миссии, например, как ОБСЕ, они не фиксуют того приходу. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Никто из украинских солдат не пострадал. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал «Интер». Россия собирается лишить социальной помощи пенсионеров, которые проживают на территории террористических ЛНР-ДНР. Но при этом помощь они получают из украинского бюджета. Об этом сообщил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. По его информации, Пенсионный фонд России запросил украинских властей данные о таких гражданах. По мнению Туки, это свидетельствует о сворачивании Москвы финансирования программ соцпомощи на временно оккупированных украинских территориях. Это целиком, с моей точки зрения, накладается на действия России за последний период, когда максимально скорочиваются все вытатки, в том числе и на утримание тех так называемых ОРДЛО и на финансирование життезабеспечения Крымского півострова. До чего это может привести? Ну, скорее всего, до, ну, можно сказать, вымирания территории. Сегодня состоялись похороны одного из участников кровавой перестрелки в Днепре, бывшего бойца АТО. Прошло почти двое суток после тех событий, но что произошло в понедельник вечером в центре города, до сих пор не ясно. Почему так сложно разобраться и экспертам, и журналистам в нашем сюжете. Сегодня в Днепропетровской области в селе Терновке похоронили одного из погибших во время перестрелки. Это демобилизированный боец 20-го батальона Алексей Вагнер. Жизнерадостным, веселым парнем, который помогал людям бескорыстно. И пошел добровольцам на фронт. Говорить об обстоятельствах его гибели друзья не хотят. Рассказывают только, что с Эдмондом Саакяном Алексей познакомился в зоне АТО. Я не знаю ту ситуацию, которая произошла позавчера, не хочу обсуждать. Просто мне кажется, просто произошло так, что Лешка поехал поддержать друга и все. И вот такая несправедливость. Впрочем, все обстоятельства произошедшего и спустя двое суток установить почти невозможно. В показаниях участников конфликта слишком много нестыковок. А полиция практически отмалчивается. К примеру, в словах адвоката Эдмона Саакяна эксперты усматривают много неточностей. Саакян утверждает, что они вышли поговорить, мирно разговаривали. Он отошел под предлогом, что он боится, чтобы взять ружье, когда ему начали угрожать оружием. Но при этом он параллельно рассказывает, что нападавшие были подготовлены и зашли с трех сторон. Собственно, чем вызвано такое количество пострадавших в итоге. То есть он противоречит сам себе. Слова Саакяна о том, что к подобным разборкам может быть причастен гражданин Израиля, компаньон его брата Шлом Нахшон, вызывают даже не вопросы, а возмущение в еврейской общине Днепра. Здесь сомневаются, что член попечительского совета общины, влиятельный человек и отец девяти детей мог решать бизнес-вопросы подобным образом. Это абсолютно частный бытовой конфликт, может быть бизнес-конфликт. Мы, к сожалению, не имеем пока полной информации. Я очень надеюсь, что Шолом Нахшон сделает заявление, расскажет свою позицию. Я надеюсь на то, что правоархитетные органы проведут тщательное расследование. Могли бы пролить свет на произошедшее заявление полиции. Но здесь комментируют очень неохотно. Буквально на следующий день в сети появился разговор патрульных. Они сообщали о стрельбе, о том, что четверо раненых нападавших с места скрылись на белой Тойоте и сами переехали в больницу Мечникова. Вот она, брошена возле приемного отделения. Далее говорили, что во время движения стрелявшие выбросили из машины оружие. Вот автомат прямо на тротуаре. Это перекресток проспекта Гагарина и улица Чернишевского. А на проспекте Гагарина и проспекте Карла Маркса пистолет. Чуть позже патрульные стали разыскивать еще один автомобиль нападающих. Машину полицейские вскоре нашли без пассажиров. Кто в ней был, правоохранители ответить не могут. Хотя есть кадры, где видно, что возле Субару стоит Эдмон Саакян. Пока задержаны двое участников перестрелки. Еще троих в полиции ищут. Вот только кто это не знают. Еще мы встанавливаем особи, которые были задеяны под час этой перестрелки. Но я не могу их сказать, потому что я не знаю их прозвища. Мы знаем, что нас еще интересуют как минимум три особи. Общественники на этот счет категоричны. Мол, полиция спускает расследование на тормозах. В данном случае установить личности всех участников не есть проблема. То есть вызвать на допрос тех, кто организовывал это и дать показания со списком участников не есть проблема. Тут вопрос желания следователей, прокуроров. Умалчивают в полиции количество участников АТО, которые были во время перестрелки в кафе. Называют имена лишь двоих убитых. Это Максим Ивощук, бывший боец мотопехотного батальона 95-й бригады. И Алексей Вагнер, бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады. Как позже выяснилось, на встрече было еще двое бойцов. Они живы. С журналистами общаться не хотят. Об этом на своей страничке в фейсбук написала их адвокат Юлия Сегеда. По мнению следствия, главные фигуранты дела в больнице. Их имена не называют. Но снова таки в интернете появляются фото некоторых нападающих. К примеру, это ранее судимый Александр Лакиза. Его соседи по палате Давид Калашников, Давид Пабилер и самый молодой 25-летний Станислав Ельчишев. Ни слова и не говорят в полиции и о Шаломе Нахшоне. Наказать виновных в расстреле бойцов АТО требуют сослуживцы. Иначе, по словам Дмитрия Бабкина, командира взвода бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, ветераны устроят над стрелками самосуд. По нашей информации, уже сегодня двое нападающих из больницы были переведены в СИЗО. Еще двое продолжают лечение. Павлина Василенко, Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер. Днепр. И буквально полчаса назад в сети появилось видеообращение бизнес-партнера пострадавшего во время перестрелки в депрессии океана Шалома Нахшада. Он выразил соболезнования родным погибших, заявил, что вокруг этой истории много неправды. Подтвердил лишь, что является компаньоном сяокены, что у них действительно финансовые разногласия. Их и пришел уладить навстречу. Уверяет, там находился сам, но по его словам разговаривать никто с ним не собирался. Почти сразу в его адрес прозвучали угрозы. Добрый день. Меня зовут Шалом Нахшан. Обращаюсь всем тем, которые услышали обо мне информацию страшной и правдивой. У меня действительно, с Эдуардом Кассианом, у меня есть вопрос финансовый. Он меня пригласил на встречу очередной раз, чтобы разобраться с цифрами. Я приехал туда один, и там появляется его брак, людей, камуфлаши, оружие. Слышу угрозы в мою сторону, понимая о том, что на таких разговорах финансовых никто не собирается ни о чем поговорить. Я собрался уходить, испугался. И тут же появляется еще какая-то группа людей, которые начинаются с его братом ссориться, ругаться о каким-то вопросах. Я в этот момент уже ухожу, слава богу. Даже я не знаю, что там случилось. Никогда не имел, никогда не держал оружие в руках, никогда не имел к этому отношения. Конечно, не бандитами, криминалами и так далее. Конечно, дам всю информацию, которую знаю органы, те, которые к этому занимаются. Поэтому обращаюсь к вам и надеюсь, что правда выйдет на свет. Спасибо. Можно ли считать угрозы об убийстве преступлением? В полиции на этот счет сомневаются. Вголовное дело по заявлению экс-замминистра информполитики Татьяны Поповой сначала закрыли, но потом снова решили взяться за расследование. Если вам и вашей семье постоянно пишут, что убьют, не волнуйтесь, состава преступления в подобных письмах нет. Именно так ответила полиция бывшему замминистра информполитики Татьяне Поповой на ее заявление об угрозах, которые начали поступать после того, как она выступила в защиту журналистов, чьи персональные данные опубликовал сайт Миротворец. Кто-то из журналистов шутковал, что не убили, в принципе, злочин нет, поэтому решили закрыть. Но проблема еще в том, что продолжают надходить погрозы. Мы же видели ситуацию с нардепом, которого погрошил убить, их посадили навык. На жаль, пока что в нашей стране, кажется, есть люди равные, а есть более равные. И, возможно, это как-то изменится. Никто же не бывает до вечного министра. А вот в Дарницком райуправлении полиции Киева нам сообщили, закрыли дело преждевременно, так как сообщения о Поповой были недостаточно угрожающими. Но прокуратура дело возобновила. Напомню, в мае прошлого года сайт Миротворец скандально прославился. Там опубликовали личные данные сотен корреспондентов, имевших аккредитацию для работы в России, а также в так называемых ДНР-ЛНР. В списках не только украинские журналисты, но и репортеры почти из 30 стран мира. Эта публикация вызвала волну возмущения не только в журналистской среде. Ее осудили и ОБСЕ, и посол Евросоюза в Украине Ян Тамбинский, и Госдепартамент США. А Киевская прокуратура открыла уголовное производство. Спустя два дня сайт заявил о прекращении работы, но вскоре снова возобновил деятельность и опубликовал очередной список журналистов. Работает ресурс до сих пор. Люди, которые связывают с этим сайтом, например, Антона Герашенко, Народный фронт, считают, что этот сайт является эффективным инструментом поддержки журналистов. Что через этот сайт можно влиять на информационную политику. И пока этот инструмент работает, где что-то, пока он имеет таких серьезных покровителей, политических и владных, пока, безусловно, он будет работать. Одна справа, когда это окременные инициативы окремих граждан, а другая справа, когда Ворожнечу поддерживают те посадовцы, которые, наоборот, должны докладать усилия для расследования, для уменьшения Ворожнечи. А мы сегодня говорим, что у нас руководство Министерства внутренних справ подтверждает свою причинность и не соперечит в том, что же делать тем, чьи имена в открытых списках и кто до сих пор получает десятки писем с угрозами. В Союзе журналистов советуют ни в коем случае не спускать это на тормозах, чтобы все эти угрозы не превращались в состав преступления. Ольга Теребинская, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Конгресс меняет правила и Грым. В Штатах проголосовали за новый закон о санкциях, который одновременно лишает президента права влиять на такие ограничения. Решится ли Трамп блокировать документы и будет ли Белый дом бороться за свои полномочия? Дмитрий Анопченко выяснял все детали. 419 за и всего трое против. Такого результата на табло не видели очень давно. Демократы и республиканцы постоянно жестко конфликтуют, блокируя инициативы друг друга, но оказались едины, когда дошло до двух принципиальных вопросов. Ввести санкции против России и ограничить полномочия Трампа. Новый закон очень объемный. В нем 184 страницы, и добрую половину из них посвятили России. Конгрессмены вспомнили Москве все. И Украину, и Донбасс, и кибератаки, и поддержку Башара Асада в Сирии. Фактически впервые на законодательном уровне Россию внесли в список внешнеполитических врагов Америки. Вместе с Северной Кореей и Ираном. И ни один президент, не только Дональд Трамп, самостоятельно не сможет это изменить. У президента всегда было право своим указом вводить или смягчать любые санкции. Тот же Обама часто этим пользовался. Новый закон полностью меняет правила игры. Главе государства теперь придется приходить в Конгресс, убеждать и просить смягчить санкционный режим. А законодатели подумают и скажут, да или нет. Что касается новых санкций против России, то закон их пока не вводит, а только предусматривает. Наиболее серьезные могут ударить по инвесторам из любой страны, которые решат софинансировать сооружения российских газопроводов. А еще в законе черным по белому прописана необходимость противодействовать строительству Северного потока-2. Понятно, что законопроект вступает в силу только после подписи президента. Однако подпишет ли Дональд Трамп этот документ? Вопрос на самом деле риторический, потому что сейчас так много конгрессменов и среди демократов, и среди республиканцев, которые высказываются за, что даже если Белый дом и решится что-то тормозить, то они соберутся второй раз, преодолеют вето, закон вступит в силу, ну а президента в очередной раз обвинят в игре на стороне Кремля. Ну а дальше предстоит голосование в Сенате. Но на фоне слухов о потеплении в отношениях с Москвой российский вопрос сплотил Конгресс. И как и в Нижней Палате, при голосовании сенаторов на табло тоже будет крайне мало голосов против. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Брессоль тем временем угрожает зеркальным ответом на новые санкции Вашингтона, так как они могут затронуть энергобезопасность Евросоюза. Если замечания не будут учтены, ЕС обещает отреагировать должным образом уже в ближайшие дни. Американский законопроект о санкциях был главной темой на последней в этом сезоне коллегии еврокомиссаров. Документ, о котором Вашингтон говорит, как о защите энергетической независимости Украины и ЕС, грозит финансовыми потерями для ряда европейских компаний. Вервы комиссии отметили США, все-таки учли ряд замечаний Евросоюза, но в законе все же остаются опасные моменты. ЕС полностью настроен на режим санкций против России. Однако общее мнение G7 в отношении санкций и тесная координация между союзниками являются основой для обеспечения полной реализации минских соглашений. Законопроект США может иметь непредвиденные односторонние последствия, которые влияют на интересы энергетической безопасности ЕС. Санкции США нацелены на вытеснение России из энергетических рынков ЕС. Вместо российского газа, согласно задумке, должен занять американский сжиженный газ. Но он значительно дороже. Более того, из-за ограничений могут заморозить ряд проектов, в которые европейские инвесторы уже вложили деньги. Если наши беспокойства учтут недостаточно, мы будем готовы должным образом отреагировать уже в ближайшие дни. Америка в первую очередь не может означать, что интересы Европы в последнюю очередь. Тем временем Брюссель сегодня принял решение о расширении своих антироссийских санкций. Послы согласовали заморозку активов и запрет въезжать в ЕС для четырех человек и троих компаний, замешанных в скандале с Сименс. Немецкий концерн продал России газовые турбины для проекта «Втамани». А оказались они в аннексированном Крыму. По просьбе Берлина ЕС наказал виновных, ведь сотрудничать с оккупированным полуостровом европейским компаниям с весны 2014 года запрещено. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности Брюссель, Европейское бюро телеканала Интер. Количество туристов, которые отравились в Пикарпатии, продолжают увеличиваться. С симптомами пищевого отравления госпитализировано уже 37 человек, из них 27 дети. Среди пострадавших украинцы, поляки и немцы. Все отдыхали в частном санатории в нескольких километрах от Верховины. Подробности выясняли наши корреспонденты. Верховинскую районную больницу первых пациентов начали привозить еще вчера, начиная с двух ночи. Утром инфекционное отделение было переполнено. С подозрением на пищевое отравление госпитализировали сразу 13 человек. Среди пострадавших – поляки и немцы. Есть несколько человек из Донецкой и Харьковской областей. Все из туристического комплекса «Сияние Карпат». Заехали они туда несколько дней назад одной большой группой. 18 воспитателей и почти 50 детей. Владелец заведения уверяет, еда, которой кормили гостей, не могла вызвать отравление. Говорит, кроме этой группы в отеле отдыхают еще более 50 человек. На ужин все ели одинаковое блюдо, но у других никаких жалоб на здоровье нет. В заведении санэпидемиологи уже собрали все соответствующие пробы. Результаты экспертизы пока неизвестны, но предварительная версия, что же могло спровоцировать массовое отравление, у специалистов уже есть. С уста окремных хворых мы узнали, что участники этого захода, который там происходил в Верховине, поживали торт, ингредиенты для которого они привезли с собой при таких температурных условиях сегодня. И без належного холодильного обладания. В соответствии, это могло быть причиной того, что данная особа захворела. Но не исключают эксперты, что отравление могло произойти из-за халатности руководства заведения. При проверке специальная комиссия выявила в отеле целый ряд грубейших нарушений. У персонала нет санитарных книжек, отсутствуют документы о происхождении продуктов питания. Тем не менее, санаторий все равно работает. По данным местных СМИ, сияние Карпат – это бизнес семьи Ивана Шкендюка, председателя Верховинского районного совета. Однако в его декларации нет сведений о владении данным объектом недвижимости. На сегодня количество заболевших уже достигло 37 человек. Окончательные ли это данные, пока неизвестно. По факту массового отравления правоохранители начали уголовное производство. Полина Спасенко, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Нардев Сергей Каплин посетил Львов. Лидер социал-демократической партии призвал объединяться левые силы в Западной Украине, а также пообщался с местными жителями и работниками профсоюза в нашей шахте в Червонограде. Сергей Каплин планирует посетить еще 50 городов Украины, в том числе Харьков, Ивано-Франковск и Черновцы. Сергей Каплин, президент Социнтерна, заявляю, ця невероятно поважная международная установа зацикавилася рейдерским захоплением с боку Авакова Социалистичной партии Украины. Здесь находится их представитель, который сейчас изучает эту справу. Мы начинаем невероятно серьезную работу, чтобы в страну не пришел фашизм. Я хочу заявить, если здесь не будет развинута левоцентрические, социалистические, европейские социалистические, социал-демократические идеи, страна захлебнется в фашизме. Кровавая охота или загадочное убийство. В лесу под Киевом застрелили двоих мужчин, местных лесников, когда те проводили санацию леса. Тела погибших обнаружил их коллега. Кому они мешали или, может, кому пытались помочь? Подробности в жуткой истории знает любовь кукла. Ужасная трагедия произошла вот в этом лесу Гроварского района. Здесь два дня назад неизвестные расстреляли двоих лесников. Убитые местные жители. В тот день лесники с коллегами проводили санацию леса, как вдруг услышали выстрелы. После чего двое из них устремились на звуки стрельбы, чтобы остановить браконьеров. Спустя какое-то время опять выстрелы. Оставшиеся отправились на розыске ушедших. Пройдя два километра, обнаружили первое тело. Это Микола лежал? Там Микола, да. Тут же вызвали полицейских, которые нашли второй труп за 300 метров от первой жертвы. Предварительно вторая жертва убегала от убийц, пробирая через эту высокую траву. Вот этой открытой дороги в момент убийства еще не было. Ее прорубили криминалисты во время следственных действий. Погибшим было 62-63 года. В лесхозе ситуацию комментировать отказались. В полиции более многословны. Мы проводим расследование. Но нам необходимо еще установить этих злоумисленников. Ну, приношу, мы думаем, основная версия, что это все-таки могли быть браконьеры. Намагаемся развинуть полный спектр всех версий. В нацполиции не исключают и корпоративный конфликт. Хотя есть и другие версии. Вот только озвучить их пока не могут. Как и не могут объяснить, почему, невзирая на многочисленные рапорты силовиков о том, что криминогенная ситуация в стране под контролем, прогулки по лесу даже для лесников могут оказаться фатальными. Любовь Кукла, Юлия Жашко, Сергей Дубинин, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. Новый скандал с Райнер. Авиакомпания МАУ подала иск в суд на Мининфраструктуру. Об этом заявил глава ведомства. По словам Владимира Амеляна, МАУ требует отменить контракты с Райнер запретить лоббировать интересы лоукостера и компенсировать убытки из-за деятельности ирландского авиаперевозчика. Дескать, когда Райнер намеревался зайти на украинский рынок, МАУ снизили свои тарифы и теперь рассчитывает получить компенсацию через суд. Владимир Амелян считает это возмутительным. Если деятельность Министерства позволяет снижению цен на МАУ и других перевозчиков, это означает, что конкуренция справедливости. Заявленные требования международных авиалий Украины до Министерства это не шкода МАУ, это достижение украинцев и наследие конкуренции, за которую борется Министерство. Позовы заявлены, в том числе, до иноземного субъекта Райнер. Поэтому только одна процедура выключения этой стороны длится более 6 месяцев. Мы считаем, что эти позовы не оборудованными и безподставленными. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра.